Всем приветствую, с вами Юрий Шулипа, правовед, политический эксперт. Сегодня записывается этот выпуск 13 декабря, пятница 2024 год. В этом выпуске я прокомментирую ситуацию, связанную с готовящимися переговорами между Москвой и Киевом по вопросам урегулирования российской агрессии против Украины. Видите, как смешно звучит, но фраза, которую я произнес, она сформулирована в контексте реальной действительности. Именно российской агрессии против Украины и переговоры по ее урегулированию. Действительно, сейчас по различным дипломатическим и разведывательным каналам, разведка и дипломатия, они очень близки и неотрывны трох от друга, идет обмен сообщений, коммуникации по поводу возможных переговоров между Москвой, Киевом и, еще раз по чеку, урегулирование ситуации, назовем его так, вокруг российской агрессии. И, в общем-то, даже по этому поводу президент Франции, Мэри Макрон, прилетел в Польшу и провел встречу с премьер-министром Польши Доми Турском, а затем президентом Джеймс Дудой. Даже и неприятельской российской агрессии в Аганде тоже информация, что какие-то возможные переговоры допускаются. Где-то, да, на великоличных папагандистских каналов в этом нужно услышать и понять, что внутри, скажем так, на уровне дипломатии и разведок, что-то подобное происходит. Я сразу же хочу вам сообщить о том, что никаких переговоров между Москвой и Киевом до конца полномасштабного вторжения не будет. Вот сейчас, после того, когда президент Соединенных Штатов Америки избранный Дональд Трамп и его новая сформированная администрация приступят к исполнению своих обязанностей, а это уже осталось нам ждать меньше месяцев, то есть в конце первой декады, января 2025 года, то они наткнутся на то, что, как это мы юристы называем, отсутствует предмет договор. И вот почему. Чтобы это понять, чтобы это понять, нужно в первую очередь вскрыть замыслы и планы агрессора. Почему вообще агрессор начал эту агрессивную войну против Украины с 20 февраля 2014 года, что, собственно говоря, зафиксировано ведомственными медалями за так называемые в кавычках «освобождение Крыма» медали «Министерство нападения агрессор». Итак, смотрим планы агрессора. И вот высший статегический замысел в этой войне. Это обязательно, потому что без этого невозможен нормальный, правильный статегический прогноз. Эти замыслы сформулированы и изложены мною в моей предпоследней книге, 9-й, это монография, под названием «Как Путин убивает за рубежом», которое вышло, еще раз повторюсь, вы просто следите за датами, о которых я вам буду озвучивать. В апреле 2021 года, то есть это еще за 10 месяцев, полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Итак, открываем страницы 47 и 48. И читаем. Стратегические замыслы. Значит так, для чего Путин и его окружение развязали 4-й мировой гибриду? Первый. Ну, потому что, да, видите, как мы ведем речь о переговорах, но мы не можем с вами дать правильный анализ того, будут ли переговоры или нет, понять эту ситуацию до тех пор, пока мы детально не разберем стратегические замыслы и планы агрессора. Такова реальность. Итак, поехали. Значит, 4-й мировая гибридная война, которая начала Москва с 20 февраля 2014 года, это состояние международного невооруженного и ограниченного вооруженного конфликта России против коллективного Запада и стран, находящихся в сфере российского военно-политического времени. Эта война — часть внутренней и внешней политики России и представляет собой совокупность, скоординированных и объединенных объединенных замыслов политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. А началась она, это 4-я мировая гибридная война, в качестве акта исторического ревизионизма и геополитического реваншизма за поражение бывшего Советского Союза 3-й мировой холодной войне. И понятно то, что там российские пропагандисты и всякие ученые говорят о неком, значит, неполярном, потом многополярном мире и так далее. И прямая цель 4-й мировой гибридной войны — обеспечение создания неполярного или многополярного мира и мирового господства России на международной арене. Каковы этапы достижения этих целей? Они сформулированы мной всего лишь из 6 пунктов. Пункт 1. Ядерный шантаз Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО стран западной цивилизации. Имеет это место быть безусловно, да и постоянно. 2. Установление военно-политического контроля Кремля вначале как минимум над всем постсоветским пространством, а затем над Центральной Европой. И вот, пожалуйста, буквально за 3 месяца до полномасштабного вторжения в конце октября 2021 года Путин выкатил НАТО в Соединенных Штатах Америки и ОБСЕ «Ультиматум», который затем продублировал заместитель русского Роббентропа Лаврова Сергей Рябков. Есть такой белобрысый, который в них в миде-агрессор отвечает за американское направление. Что он сказал? Собрать манатки, обратившись к НАТО, и откатиться к границам к 191 году. И таким образом Путин устами Рябкова и ОБСЕ «Ультиматум» уже обозначил будущий театр военных действий Центральной и Восточной Европы. То есть, иными словами, те страны, по мнению Путина и Рябкова, которые стали членами НАТО, прибежали в НАТО для того, чтобы защитить себя от будущей возможной российской агрессии, вышли де-факто из НАТО, то есть вступившие после 1997 года, то есть после развала организации Варшавского договора, затем и распада, развала бывшего Совка, Советского Союза. Далее, шаг 3. Внешнеполитическое изолирование Соединенных Штатов Америки от Европы. Шаг 4. Дискредитация и разрушение НАТО как организации, беспомощной и неспособной защитить своих членов. Логично, да, безусловно. Достаточно в Москве, я уже неоднократно говорил и сообщал в своих публикациях, и пытается захватить город Нарву в Эстонии или Долгов Биллс, либо, может быть, какому-нибудь часть Ладгайского края, и, как минимум, дней на 20 установить зону своей оккупации. И все. И потом страны Филина НАТО поймут, что пятая статья не работает, потому что, понимая, с консенсусом, а генерал Бен Ходжес еще в начале 2024 года на конференции по безопасности в Вимирсе сказал, что эта статья вообще может сработать в течение двух недель от двух до трех недель. Потому что нужно понимать, что в НАТО присутствуют российские агенты, такие как, например, в Словакии Роберт Фитца и, пример, в Венгрии Виктор Орбан, которые заблокируют пятую статью, скажут, будут озвучивать штампы российской пропаганды, то, что, если ко мне придет методичка говорить о том, что не все так однозначно, мы не знаем, чьи-то там человечки, и будут стоить специально для того, чтобы дать возможность агрессору как можно больше удержаться и захватить территорию, саблокировать применение пятой статьи НАТО. Далее, пятый пункт, шаг. По завершении основного этапа войны, закреплений и регицимации в кавычках. Ну, по кавычках, почему? Потому что то, что захвачено насильственным путем, оккупирован, оно не может являться собственностью оккупирующей державы. О одному простому принципу, который заложен в римском праве. Радиное не принадлежит вору. И далее. Ну, то есть тут имеется в виду некой в кавычках ялтинской сделке о, новый, новый, да, ялтинской сделке, называемый о разделе мира на условиях агресса. Кстати, вы обратите еще внимание, я сейчас, кстати, вообще здесь специалистам и тем людям, которые действительно серьезно изучают российскую внешнюю оборонную политику, о том, что на различных закрытых, открытых столах, семинарах коллеги профессора Валерия Соловья обсуждают вопрос о нелегитимности ялтинской сделки. О том, что современные, это очень важно, смотрите, о том, что современная система народного права является нелегитимной, она была основана с каким-то там врушением и ущемлением прав Советского Союза на его оккупацию, а потому что и по этой простой причине она не работает, и ее, соответственно, нужно изменить. И вот, кстати, в своих публикациях и многочисленных интервью, которые я даю на различных блогерах, на YouTube-каналах, я всегда говорю о том, что основной удар четвертой мировой гибридной войны, тяжести этой войны, острию этой войны, оно, понятно, направлено против Соединенных Штатов Америки в первую очередь, и сквозь призму этого против системы международного права, международной безопасности и статистической стабильности. И вот сейчас, по ходу моих суждений, вы поймете, почему Крым в 2014 году был, оккупирован в Москве именно в форме попытки аннексии, то есть с односторонним признанием временного оккупированного Крыма как российской территории и последующей интеграции его в российское пространство. И далее, шестой пункт, это обеспечение международного влияния России на США и Европой, воздействия на мировые процессы и международную политику. Это то же самое, но смотрите, тут все на самом деле очень просто. В обнуленной конституции путинская Россия задекларировала себя, что она является, и это, кстати, юридически безграмотно абсолютно необоснованным, я сейчас объясню, что она является продолжателем, в минуточку продолжатель, хотя такой, как они пенец уже была в российской дактине продолжателем, но они еще придумали, и помимо продолжателей, что по слову ввели как правоприемник, правоприемник, только придумайтесь, бывшего Советского Союза, при этом отсутствует договор, нету юридического договора между бывшим Советским Союзом и нынешней Российской Федерации о правоприемстве. Договор-то нет документов, я не знаю, какие-то написали дураки, они даже нормально, вот смотрите, свои стратегические замыслы и планы во внешнее политике, они даже нормально не могут залегендировать позорники. Пишут, что Российская Федерация является правоприемником бывшего Советского Союза. А кто это право дал юридически? Быть Россией правоприемником бывшего Советского Союза. Где договор между Советским Союзом и нынешней Российской Федерацией? Передачи прав, правоприемственности. Договор такого нет. Нет ни в одной такой страны мира, ни в одной развалиющейся империи. Например, вы же не видели, чтобы у Сербии, Сербия себя декларировала, что она является правоприемником бывшей Угославии. И бывшая Угославия запущила договор Сербии о правоприемстве. Нет такого. Поэтому это, еще раз повторяю, абсолютная глупость. Но теперь стратегический замысл агрессора нам понять. Дальше. Зачем агрессору нужна приостановка войны? По одной простой причине. 31 мая. 28 мая. Ну да, посмотреть. 31 мая. Скорее всего, 28 мая 2020 года. На сайте Кипрос Дели Ньюс появился мой аналитический доклад под названием «Тактические и стратегические замыслы агрессора в войне против Украины». Если вы эти слова загуглите, то, соответственно, пойдете на этот доклад. И там идет речь о том, что агрессору нужна просто пауза для того, чтобы окончательно встать на военные рельсы. Ну, грубо говоря, заречить раны и затем уже совершить новые, более сильные нападения на Украину. А для этого мобилизировать примерно, поставить под ружью рекрутировать 2 миллиона человек. И затем действительно большим блицкригом не таким, как это было в конце каваля 2020 года. Там не трехсоттысячный бутылок, а 2 миллионы попытаться быстренько сходу захватить всю Украину и Молдову. А затем уже начать полноценную войну против стран коллективного запада. И на это агрессор по его замыслам планирует от 3 до 8 лет, но в зависимости по готовности. Может быть, это будет и 10 лет. Но агрессору еще рапатрия нужна пауза для того, чтобы накопить свои силы и ресурсы и снова начать войну полномасштабной против Украины. Дальше. А каковы планы в этой войне у государства, подвержившись агрессии? Украин. Открываем план победы Владимира Зеленского. Он сформулирован из везде пунктов. Я их сжал в 4. Я озвучу их там. Первый пункт. Это освобождение Москвы всех временно оккупированных территорий. Да мы уже, кстати, сейчас с вами переходим на тактические войны. На статистическую. Здесь вот, перешли, переходим на тактическую. Это в плане победы президента Украины Владимира Зеленского освобождения Москвы всех временно оккупированных, занятых территорий. Востояние на 1991 год. В полном восстановлении территорий Украины. Компенсация Украине ущерба, причиненного российской агрессией и оккупацией. Осуждение основных российских военных преступников, выдачи их украинскому и международному правосудию. И четвертый пункт. Это гарантии ненападения на Украину со стороны агрессора. А что же предлагает агрессор в Украине для переговоров? Это отказ от пяти украинских регионов, автономной республики Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской властей, не вступление в НАТО и, соответственно, снижение численности украинской армии. То есть, иными словами, агрессор, очень внимательно слушайте, ставит для Украины заведомо невыполнимые условия. Потому что ни один президент Украины, будь то самый пророссийский, никогда не согласится на то, чтобы агрессору, который насилищным путем захватил территории, их отдать и за ним легематизировать эти территории. Пожалуйста, вот конкретный пример. Вы живете в многоэтажном доме, у вас трехкомнатная квартира, и у вашего соседа трехкомнатная квартира. Но ваша семья состоит из двух человек, проживая в этой квартире, а семья соседа из пяти. И вот сосед навязывает вам конфликт, а затем для того, чтобы этот конфликт разрешить на своих условиях, захватывает в вашем трехкомнатной квартире комнату и продолжает вас в дальнейшем избивать. А избивая, он ставит условия, говорит, мой бой прекратится против тебя. При условии, если ты перестанешь перенесдавать на ту комнату, которую я уже в твоей квартире захватил, перестанешь оказывать мне сопротивление и не будешь не обращаться за поддержкой в полицию, к своим знакомым и так далее. И вообще будешь в дальнейшем проживать в своей же собственной квартире на моих условиях. Понятно, еще раз повторюсь, что Украина с навязываемыми Москвой требованиями никогда не согласится. Никогда не согласится. Да, для агрессора единственное было бы условием для так называемого перемирия. Это было бы восстановление его потенциала и затем, соответственно, новые нападения. Но сейчас, в сложившейся ситуации, у агрессора нет никакого повода, имеется в виду даже вот обозрение, мы возьмем с вами перспективу, до сведения следующего 2025 года. Абсолютно нет повода для того, чтобы садиться с Украиной за стопы. Поэтому агрессор и выдвигает абсолютно неприемлемые для Украины условия. Но, что важно отчеркнуть, выдвигая неприемлемые условия, агрессор таким образом и подтверждает, что мы с вами установили, о том, что он ведет эту же агрессивную войну против действующей системы международного права. Одной простой причине, потому что, я уже говорил, украденное не принадлежит вор. И те территории, которые Россия оккупировала в Украине, они никогда российскими не будут. Да, Россию можно контролировать, точно. Вот, видите, у меня же даже сообщение не пришло. Он осуществляет на этих территориях свой контроль, но российскими юридическими эти территории никогда не будут. Поэтому Россия и ведет четвертую мировую гибель против норм международного права и, соответственно, международной безопасности. Теперь меня могут наши зрители собственно спросить, ну вот, раз нет предмета переговоров, то каким же образом все это закончится? Оно закончится следующим образом. Первое. Обратите внимание, как агрессор ушел из-под Киевской области, Киевской, Чениговской, Солнской, только после активного сопротивления украинского народа и вооруженных сил украин, как агрессор уходил из временно оккупированного, захваченного Херсуна и Харьковской области. Как агрессор уходил, в конце концов, и сей, так как молча уйдет постепенно, после поражения военным путем. Я еще, кстати, тоже вернусь к своим публикациям, потому что я вынужден цитировать себя, потому что я иных материалов в интернете не нашел и авторов, на которых я бы мог ссылаться. Поэтому я вынужден в данном выпуске цитировать себя. В одной из своих публикаций, по-моему, даже несколько раз, я сообщал о том, что туда, в те места, где пришел русский кирзач, Россия добровольно никогда не уходила. Это ее принцип. Всегда захватывать то, что возможно захватить и добровольно не уйти. И Россия всегда уходила, не освобождала территории только после своего поражения. Поэтому сейчас важно записывайте, потому что я стареяться не люблю, я вообще, ну, на самом деле я не буду. Даже в этом выпуске где-то в других выпусках я повторяюсь, но одну единственную цель уяснение и закрепление информации. все в остальном, я, как вы видите, не стараюсь чистить и говорю всегда только по существу. Поэтому записывайте. В сложившейся военно-политической ситуации в отсутствие прогнозных данных достаточно о том, когда Украина одержит победу, а Москва стратегическое положение в четвертой мировой гибридной войне, потому что по-другому быть не может, мы можем с вами прогнозировать о том, что война будет продолжаться как минимум до конца 2026 года. Как минимум до конца 2026 года. Хотя, хотя, давайте мы с вами попробуем предположить о том, что, ну вот, через 2-3 месяца, допустим, Зеленский согласиться на те условия, которые, которые ему выдвинет Москву. Еще, 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 еще повторяю, это всего лишь наше предположение, ну, скажем так, активно, я сейчас озвучу альтернативную точку зрения, это всего лишь мы и мы должны тоже их рассмотреть для того, чтобы понимать, к чему приведут выполнение условий, которые озвучивает агрессор для Украины. Предположим, президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия агрессор. Окей. А далее, что будет происходить? Агрессор установит, уже установил и расширится свое оккупационное влияние на четыре украинские области, будет позволено, продавит Украину, активизируется в Украине агентурно-подрывная деятельность страны-агрессора, вернутся мертвецчук и прочие различные агенты. Ну, просто, я к чему? К вам, смотрите. Украина, вот, некоторые люди, как думают в Украине, вот, главное, чтобы сейчас, вот, Путин, Зеленский, пошли на переговоры, и все, и будет мир. Нет, смотрите, мир не будет. После этого, я скажу кратко, что много не будет, как оно все будет происходить, но оно все будет происходить по тому же самому сценарию, который уже был при подписании минских договорников. Мы уже помним, что Украина в 14-м году перед Москвой капитулировала, подписав минские договорники, а потом еще в 15-м, так называемый, Минск-2. И после этой капитуляции, как сразу вырос агентурно-подрывной потенциал агрессора в лице таких крупнейших выдающихся агентов Медвещук, Деркач и, как говорится, порочи, не с чечным числа. Русская православная церковь и все остальное. Вот будет тоже. А потом в Киеве гибридным путем Москва захватит власть, поставить своего наместника, наемника, коллаборанта, и эта война начнется уже реверсом против стран коллективного запада. То есть, де-факто, Москва оккупирует все временное, то есть, все украинское население, которое оно может, и направит его на дальнейшую войну против Польши, Станбалтии, где каковы слабые места на западе, именно над Европейском Союзе. Страны Балтии и Польши, это то, что непосредственно имеет границы с территориями контролируемого агресса. Страны Балтии и Польши сходу. Примеры, пожалуйста, временно оккупированные Москвой, Чеченская республика Ичкирия. Что сделала Москва с теми чеченцами, которые остались во временно оккупированные Ичкирии, принесли присягу Кадырову путь? Правильно, она их рекрутировала на войну против Украины. Следующий пример. Абхазии. Абхазии. Ведь на временно оккупированных территориях против Украины выливало значительное количество абхазцев. Тоже самое. Оккупировала Абхазию, Москва рекрутировала абхазцев на войну против Украины. Тоже сделает Москва в нарушении Женевской конвенции от 1949 года о защите населения во время войны. Рекрутирует временно оккупированных граждан Украины, которые находятся под контролем Москвы, вот на этих пяти украинских регионах, для того, чтобы они воевали против Украины. Да. используют потенциал оккупированного населения для войны против собственного народа и собственного народа. Такая же аналогичная ситуация, только в больших масштабах она будет применена Москвой против стран коллективного Запада и непосредственно Украины. И тогда наступит катастрофа не только для Украины, но и всего на. Это мы с вами рассмотрели тот вариант, если гипотетически Зеленский согласится на капитуляцию и примет капитуляционные условия Москвы. То есть ни Зеленского как президента не будет, и не будет Украины какое-то время, на какое-то время Украина перестанет существовать как гиполитическая реальность и государство. Да, об этом многим страшно подумать, у многих уже приступ страха наступил, я прекрасно это понимаю, но такова объективная реальность. поэтому самый реалистический сценарий, который будет происходить в ближайшем два с половиной года, ну два с половиной года, он абсолютно лимит и заключается в том, что масштабное вторжение будет продолжаться. У Украины к величайшему сожалению сейчас серьезный дефицит различных видов наступательных и оборонительных вооружений. Почему вот мы с вами взяли точку завершения полномасштабной войны это конец 2026 года, но потому что как минимум до середины 2026 года Украины будет испытывать острый дефицит различных вооружений. Она не смогла преодолеть этот дефицит в 2024 соответственно сейчас нет никаких у нас оснований полагать, что дефицит вооружений Украины преодолеют в 2025 году, пускать конечно украины ракеты, бронные, потом гибридные вооружения, бронные, ракеты и так далее, но этого всего очень мало, это в экспериментальных образцах и в очень-очень малом количестве. то, что Украина уничтожает нефтегазовые ресурсы агрессора, нефтепробавшие заводы, нефтеналивные терминалы, газохранилища, военный объект на территории агрессора, это все абсолютно правильно, это нужно делать, но это нужно делать в больших масштабах и более профессионально и скоординировать, переносить центр тяжести войны на территорию агрессора. А пока центр тяжести этой войны на территории агрессора не будет перенесен, то эта война будет пристекать в международных признанных границах и на территории Украины до тех пор, пока Украина не выбит большую часть младшего и командного состава агрессора. То есть пока вот эти сержанты и майоры агрессора продолжают удерживать фронт, а именно фронт действия на младшем и среднем командовании, то, соответственно, фронт будет удержан. Когда большинство этих российских вояков, сержантов до майора будут выбиты, фидерованцы, уничтожены, фронт у агрессора посыпется, и агрессор позорный, постыдный, как это пример я уже провел, они у нас есть, мы сейчас в истории переживаем, он также и уйдет постепенно по шагу, будет уходить и отступать современным оккупированным москвой территориям. Никакой ядерного оружия агрессор не применит все это риторика, я уже говорил о том, что Орешник это пустышка, да, еще пару-тройку, еще что, то есть пару-тройку ударов Орешника по украинским городам может быть нанесено, но опять-таки эти удары будут и не в ядерном и даже не в обычном оснащении, то есть это будет просто запуске пустых болванок по одной простой причине, что у агрессора нет испытаний подтвержденных, что так называемая ракета Орешник может в плотность своей атмосферы входить с ядерным или с обычным боезарядом нет такого там огромнейшая температура плазменный мешок и сам боезаряд может взорваться в процессе входа болевых блоков плотный слоя атмосферы поэтому мы можем с вами четко и конкретно прогнозировать о том, что полумасштабное вторжение в сложившейся военно-политическом условии может продолжаться как минимум до конца 2026 года и потом Украина постепенно выбит агрессора со своих временно оккупированных территорий и далее если идет речь о линейном сценарии то должны смотреть а как чем заканчивают для России поражей поражение для России всегда заканчивалось по-ленински внутренней войне дальше уже внутренняя война 2020 да значит конец 2000 до 2026 2027 и 2028 2026 2027 прогнозировать в эти годы внутреннюю войну потому что Россия это фашистская террористическая государство там накопится очень много зла претензии к друг другу будут искать виновных стрелочников за поражение в этой войне вот чем они будут заниматься собственной ревизией и тогда элиты не народ еще элиты начнут внутреннюю войну по ГОПСу всех против всех и следовательно уже никакие мирные соглашения ни с кем Украине подписывать не придется тогда уже мир вступит в новую реальность и Украину примут членам НАТО очень быстро армию Украины достигнут максимального пика своей боеспособности сейчас же происходит начало строительства вооруженных сил Украины там то что это бассификация мобилизация и так далее поедете через два года вы над всем этим будете просто прикалываться и смеяться это болезнь процесс Украины к полномасштабной войне не готовы более того Украина в 2021 году перед полномасштабным вторжением это я заметил и специально она сливалась и агрессу откровенно сливалась и армия оборона и по состоянию на 24 февраля 2022 года то есть дату полномасштабного вторжения армии Украины она соответствовала армии государство мирного времени государство не воюющего не готовящегося к войне не ожидающего то что на это государство оборудется российской агрессии и будет совершено нападение поэтому сейчас на поле боя в сложных условиях украинская армия находится в состоянии и на стадии военного строительства происходит военное строительство и вот увидите что в конце 2026 года в Украине будет совершенно иная армия совершенно иного качества и уже тогда станет вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины что собственно говоря уже сейчас мы чувствуем это освобождение Украины части Курской области о восстановлении территориальной целостности Украины по состоянию на 1918 иными словами чтобы Карьковская Курская Белгородская Брянская ну и прочие области которые были в 18-м году они вошли вернулись в состав Украины это еще и к тому же Воронежская Ростовская область и возможно какая-то мне представляется хотя я считаю это примерно один дискуссии Краснодарский Край все будет возможно после ослабления Москвы сейчас конечно же я хочу нашим зрителям и слушателям сообщить после вывода частично российско-фашистских захватчиков из Сирии Украине будет достаточно тяжело и нужно опять-таки отметить что ввиду острого дефицита различных видов вооружений вооруженных сил Украине не удается нанести значительный ущерб агрессору опять я сегодня посмотрел сводки генерального штаба вооруженных сил Украины то есть в среднем чуть меньше чуть больше тысяч российско-фашистских захватчиков в сутки уничтожается для агрессора это малый или вполне приемлемый потерь потому что я еще в своей методологии которая опубликована на антироссийском форуме 7-го 2023 года сообщал что оптимально для Украины необходимо ликвидировать от двух до пяти тысяч российско-фашистских захватчиков еще если выходить что в агрессии Москвы а для Украины это оборонительная война прекратилась как можно быстрее в обозримой перспективе чтобы с вами перспективы могли действительно нащупать в обозримом времени они 2-2,5 года то Украине необходимо ликвидировать как минимум от двух от двух до пяти тысяч российско-фашистских захватчиков да где-то примерно недели две назад Украине удалось ликвидировать более двух тысяч российско-фашистских захватчиков в сутки и таким образом Украина нанесла в тот день для агрессора большие потери больше двух тысяч сутки украины ликвидировать для агрессора это большие потери но эти потери во временном континиуме по вину продолжения становятся малыми потому что они восполняются то есть если в один день ликвидировать больше двух тысяч российско-фашистских захватчиков а потом остальные дни опять продолжать там тысячи плюс-минус ликвидировать то соответственно агрессор сможет через какое-то время восполнить свои потери там в течение месяца полтора и с новой силы оказывать военное давление на Украину ну и самое главное самое главное хотеть чтобы эта война закончилась переносить тяжесть войны на территории агрессора именно Москвы потому что когда Украина начнет бомбить своими ракетами военные объекты которые расположены на территории Москвы и Московской области то эта война достаточно быстро закончится потому что москвичей и подавляющая часть россиян этой войны вообще не чувствуют они внещущие и задача Украины сделать так чтобы население агрессора эту войну реально ощутило поэтому нужно сейчас всем продолжать донатить на ВСУ это обязательно то есть вот как вы донатили собирали средства на различные виды вооружения для ВСУ продолжайте донатить как бы трудно вам не было помогайте вооруженным силам Украины настолько насколько это возможно с новым делом волонтерством сейчас у нас две ситуации для фронта или на фронте все остальное это от лукавы я очень благодарю всех кто прослушал до конца мой выпуск прошу вас также делайте нарезки и размещайте мои высказывания в вашем пиктоках инстаграмах килеграммах фейсбуках ютубах и так далее потому что моя задача это распространение именно объективной информации всем пока и до новых встреч 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 до новых встреч